В этом уроке все необычно. Занятия проходят не в простом учебном классе. В одном кабинете ученики сразу нескольких старших классов. В роли учителя – руководитель Центра подготовки волонтеров «Форвард» Сочинского госуниверситета. Необычное занятие, добрый урок посвятили уже привычной для Сочи теме – волонтерству. Сегодня школьники узнают о волонтерстве, как стать волонтером, кто такие волонтеры. Делом, словом рассказывать, объяснять им, что действительно помогать людям, ближнему – это хорошо, это правильно. Помогать школе, помогать городу, помогать своему государству. Сергей Черемшанов, который развитию добровольческого движения в городе посвятил не один год, рассказал школьникам историю волонтерского движения в мире и в России. А главное – о возможностях, которые дает такая активная гражданская позиция. Это не только духовно-нравственный, творческий и социальный рост, но и карьерный. Личную мотивацию может найти каждый. Работая волонтером, неоплачиваемо, но, например, участие в университете, можно за это получать повышенную стипендию. Волонтерский центр Сочинского госуниверситета всерьез заинтересовал школьников. Кстати, многие ученики 76-й гимназии были волонтерами Сочинской олимпиады. Новая цель – чемпионат мира по футболу. Для меня волонтерство осталось одним из самых запоминающихся моментов жизни. Я очень рад, что принял участие в этом празднике, можно даже так сказать. И я очень счастлив и надеюсь принять участие на чемпионате мира 2018 года. Замечательный был урок. Он нас научил многому, что волонтерство – это не просто пустая отрата времени, а что это благое дело. Это помогает другим людям. Такие добрые уроки сегодня прошли в 60 городах нашей страны, в школах-участниках пилотного проекта «Российское движение школьников». И именно на базе 76-й гимназии в Сочи его реализуют. Что касается итогов урока, у школьников появился интерес и желание стать волонтером, в том числе на ближайших футбольных турнирах. Кстати, как рассказали в волонтерском центре СГУ, сегодня там получили уже шеститысячную заявку от тех, кто хочет абсолютно безвозмездно быть полезным своему городу и своей стране. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.